Я сейчас как-то разговаривал по поводу «РСЯ», типа что «РСЯ» не любят, или что-то. Ну да, а «МОТИ» так говорят. Ну тут, чтобы больше дать понять клиенту, что на самом деле это беспочвенно, и в принципе всем объяснять, что «РСЯ» — это же не реклама в самом Яндексе. Это такая же реклама, как AdWords, которая располагается на различных сайтах. И на самом деле на более качественных сайтах, чем в AdWords. Это ведь дополнительно, потому что они проходят дополнительную модерацию. Чтобы вся попасть, нужно быть неплохим сайтом. Чтобы в AdWords попасть, можно попасть к любому сайту. И «РСЯ» себя показывает именно как инструмент привлечения рекламы. «РСЯ» последний год-полтора показывает себя супер-классно. То есть в некоторых темах он более конверсионный, чем реклама в поиске. При этом он часто в разы дешевле. Был важный момент. Тут даже вот это слово «Яндекс», надо сразу говорить, что это не в поиске Яндекса. Это не пользователи, которые пользуются Яндексом. Нет. Это сеть такая же, как AdWords, когда человек устанавливает код на сайте. Там «Новостного», например, на том же Украинете. На «Улыксе». На «Улыксе» точно есть «Директ». То есть на «Улыксе» устанавливают код и показывают свою рекламу. У них просто понимание такое, что если это Яндекс.Смарт.Баннера, то это люди, которые в Яндексе что-то ищут, переходят на них. Но это только отчасти. Отчасти что? Ну они могут конечно Яндексом пользоваться, захотите их догонять. Они могут, конечно, не пользоваться. То есть вообще никак не сразу мы их ищут. Ну да, это же поиск. То есть ты поищешь в поиске. Ты можешь выискать в Гугле, но тебя все равно Яндекс.Смарт.Баннера догоняют и с нужным товаром. Что это просто как площадка. Ну это вообще с поиском никак не сразу мы их ищут. Угу. Ну надо им это договорить. А теперь один момент. А второй момент. По-моему вчера я записал себе с кем-то был разговор по поводу SEO и динамического ремаркетинга. Что типа SEO, динамический ремаркетинг не мешает SEO. Что-то такое у тебя было в диалоге. Ну дополняет. Да. Но тут наоборот. Что динамический ремаркетинг по сути. Вот смотри. SEO это какой-то постоянный объем трафика. Да. То есть вот тебе в день заходит там грубо говоря 80-120 человек. Например. Да. Из SEO. Все. И этот трафик там может примерно быть одинаковым. Может потихоньку расти. Да. Ну примерно вот в рамках недели он примерно такой. И такой останется. Да. И мы знаем, что ну по факту получается, что из этих 80-120 человек двое либо звонят либо заказывают. Все. Да. Хотя они все пришли по более целевым запросам. То есть это люди интересующиеся твоей темой. Да. Он из них заказывает два человека. И получается, что динамический ремаркетинг по сути увеличивает конверсию SEO. То есть он людей вот этих, которые 80 человек минус 20. Да. 78 человек. Он им напоминает. Догоняет. Возвращает. Да. То есть получается. И опять же мы вместо двух человек в итоге получаем там 3-4 покупателя. То есть по факту увеличивают эффективность SEO. То есть эти люди уже пришли. Да. Все. Они пришли. И хорошо бы, чтобы они стали покупателями. Да. Но по факту не стали. Да. Но если верно, что они станут потом, то именно с помощью ordinary discovery маркетинга. То есть мы увеличим эффективность SEO. Да. Это хорошая штука. Ну все. Я сейчас запишу.